В сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос, напутствуя своих учеников и последователей, сказал «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вы слышите, Сам Христос открывает нам, что жизнь вечная – это реальность, она существует. «Сия же есть жизнь вечная, а каким образом она достигается? Да, веруют в Тебя единого истинного Бога, значит, стараются жить по заповедям Твоим, значит, стараются жить по откровению Твоему Господи, не слушают обманщиков, не слушают стецов и лицемеров, а Тебя слушают. А как Тебя, Господи, слушать? Надо читать Слово Божие, которое укажет нам правильный путь движения ко Христу, к Богу нашему. И вот тогда преодолеем все трудности и пройдем сквозь все испытания с Богом, причащаясь, молясь, исповедуя грехи свои и никогда не считая себя достойным Царства Небесного». Сегодня, дорогие, мы читали 20 главу «Деяний святых апостолов». После вознесения Господа на небо они проповедовали всюду Евангелие. И мне хотелось бы остановиться всего на нескольких строчках, которые указывает апостол Павел при своем отшествии в Иерусалим. Перед отправкой он говорит тем, кто слушал евангельскую проповедь. «Итак, внимайте себе, вы слышите, будьте бдительны, в себе внимайте, что внутри происходит, а то мы видим грехи всех людей, а своих не замечаем. Хотя весь пост мы просили у Господа, Господи, дай мне видеть мои прегрешения. Вы слышите, не чужие грехи, а свои, и не осуждать брата моего. «Ибо я знаю, — пишет апостол, — что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада». Это о ком он так говорит? Всем тем, кто принял Евангелие, крестился и решил жить по вере во Христа. И он дополняет, «из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Вот сегодня память святых отцов Первого Вселенского Собора, которые собрались именно для того, чтобы разобрать ересь Ария Пресвитера Александрийского, который учил, что во Христе нет божественной природы, он некое творение Бога. И смутил очень многих людей за собой из среды православных, повел в это страшное заблуждение. Больше того, 17 епископов прибыли в 325 году на Никейский собор для того, чтобы заступиться за Ария и занимать его позицию. Но среди присутствующих на соборе были такие, как святитель Николай Чудотворец, такие, как Спиридон Тримфунский Чудотворец, как Афанасий Великий, которые разобрали это учение, объяснили все заблуждение Арии и провозгласили символ веры, который мы с вами поем и читаем ежедневно. Вот почему надо знать этот символ веры, что мы веруем в Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, в Троицу Единосущную, Нераздельную. И символ веры расшифровывает нам, Бога веруем в Того, Который сотворил небо и землю, видимым же всем и невидимым. И в Господа нашего Иисуса Христа, Святые Отцы, напоминают, что это не просто творение, а это свет от света. Бог истинный от Бога истинный. Рожденный, несотворенный. Вы слышите, почему эти слова в символе веры находятся? Единосущен Отцу, им же вся быша. Кстати, слово «единосущный» попросил вставить в символ веры правитель Константин Великий, который и был инициатором собора, потому что он увидел, как внутри, из среды этих же православных, стало распря, стал раскол. Ни меч, ни кровь, ни страдания не могли так огорчить православно верующего человека, как раскол внутри церкви. Вот этого мы должны с вами, братья и сестры, бояться. Раскола. Должны уклоняться от всякого лжеучения, от всяких проповедей, которые уводят нас от Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Если человек в разговоре с вами, в общении, не исповедует Иисуса Христа, вот он не любит Его, и, скажем, и не знает, но какое-то новое учение проповедует, и вам, и собравшимся. Не слушайте таких. Кто проповедует вам не то, что вы приняли, говорит святой апостол, да будет анафема. А потому надо хорошо знать свою веру, за что святые отцы стояли насмерть, защищая веру православную. Апостол Павел и говорит нам, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. посему бодрствуйте. Помяту я, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, Евангелию. Вот если вы не руководствуетесь этой книгой, вы обязательно приткнетесь и заблудитесь. А если будем пользоваться не просто чтением, а руководством к жизни, тогда, как сказано в книге Иисуса Новина, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех делах твоих и будешь поступать благоразумно. Вы слышите, если мы хотим поступать благоразумно, если мы хотим быть успешными в своих повседневных общественных делах, вот тогда, как в той же книге Иисуса Новина сказано, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. А потому еще раз хочу поздравить причастников со святым причащением, никогда не считайте себя достойными этой великой тайны, всегда приступая к чаше со смирением и любовью. Господи, не по достоинству, а по Твоей милости приступаю, потому что хочу в жизни, в делах своих иметь Тебя первым помощником и спасителем. Вот к этому, дорогие, будем стремиться, будем читать Слово Божие, будем посещать храмы Господни, потому что каждое воскресенье христианин должен быть там, где славят воскресшего Христа, там, где верные приходят поклониться Святому Христову Воскресению. Шесть дней трудись, Господь сказал, а седьмой день Господу Богу Твоему. Храни вас всех Христос, братья и сестры, мир вам всем и Божие благословение. Аминь.